Этот вечер точно не был томным. Туристы Ярового попивали коктейли под огромным шатром, как вдруг налетевший ветер срывает купол и ломает конструкцию. По словам очевидцев, стихия развернулась в считанные минуты. Шатер сдуло прямо на отдыхающих, есть пострадавшие. Один из мужчин травмировал голову, а подросток сломал руку. Соседний Славгород тоже испытал на себе стихию. Ветер поднимал воздух песок и испытывал на прочность деревья и кустарники. А в Камнинаоби, также расположенном в степной зоне, чудом все остались в живых. Это же место с другого ракурса. Теперь понятно, что это чья-то крыша. Столб, на который замотался профлист, доказал свою надежность. Возможно, лис прилетел вот с этого здания. В комплексе разворотило кровлю. Долетела стихия до Барнаула. На щите одного из торговых центров вот-вот отвалится буква. Так что внимательно ходите около моста на новом рынке. Бешеный ветер проверял на прочности краевую столицу. В ночь, субботу, на воскресенье сносило с ног и выдерживали не все. На Ленина у дворца бракосочетаний свалилась ветка. На песчаной перегорожен тротуар. К обеду понедельника здесь все еще видны следы стихии. На зеленых зонах разбросаны ветки. Маленькие, побольше, взъерошены листья. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул в своем телеграм-канале, что следы урагана есть во многих муниципалитетах. И сообщил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.